Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube Аннал. Сегодня я с вами хочу поговорить на тему ладанные мировые ароматы на конец зимы. Что-то весна, знаете, уже наступает. Как-то, знаете, этот день стал дольше. В 4 часа вечера уже светло. Я как-то в шоке, если честно. Ну и под конец зимы решил выгулить несколько таких вот ароматов. И приобрел еще один из неожиданного для себя бренда. Поэтому давайте начинать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Пользуйтесь моим промокодиком на сайте R&DVU10KVASIN. Вот, инфу вы найдете в инфобоксе. Берите мой аромабоксик ароматы с эффектом. Роскошные такие вот парфюмки замечательные. Мои любимочки. Поэтому берите мозги и ебите, знакомьтесь и дело будет в шляпе. Давайте, в общем, начинать. Совсем недавно, сейчас блоттеры достану. Совсем недавно я понял одну вещь. Что у меня вообще нету Джо Малонов. Поняли? У меня один стоит в ванной какой-то Red Ghibiscus. Red Ghibiscus. Вот, и как-то я к нему, знаете, параллельно отношусь. Вот, что-то я, короче, тут был в магазине. Смотрю на это, на Джо Малон. Такой, надо бы мне Джо Малоны потесить. Что-то, короче, я нюхаю, нюхаю. Ну, в телеге видели кружочек, да? Вот. И с распаковкой тоже подписывайтесь. И, в общем, выбор мой пал на Миртонг Джо Малон. Это мой второй Джо Малон, но можно считать, что первый. На самом деле. Вот, Миртонг. Он мне понравился. Дико. Короче, я уже им струячу третий день. Не могу никак успокоиться. И стойкость у него, на удивление, приятная. Достаточно, то есть, часов 5-7. Вот так вот он держится, знаете. Это такой теплый аромат Мирры. Со специями. Вот эти вот бабы тонко, 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 без разницы. Они такие теплые. Капельку почулистые. И наверху вот это вот Мироладан. То есть, вот это вот какая-то бальзамика. Вот это ладанная дымность. Но, что интересно, тут не церковная история. Дальше мы с вами поговорим про церковную историю. Но здесь церкви нету. Тут, знаете, очень приятная такая вот ладанность, мировость. Такая, знаете, бальзамичная. И что самое интересное, тут есть на верхах такой фужеристый оттенок. То есть, знаете, небольшая такая вот мужиночка здесь присутствует. Но он не мужской. Потому что я посмотрел, некоторые говорят, он какой-то мужихинский. Нет, он не мужихинский. Он просто теплая специя. Вы знаете, мне, в общем, понравилось. Он такой тонкий, максимально уютный. Я его в кровать, короче. Ну, я его сейчас посерьезки разношиваю конкретно. И в кровать я его наносил. Он прям, знаете, как стелющийся, стелющийся такой вот дымочек. Немножко успокаивает. Там что-то это. Он не яркий. Вот тоже, что о нем можно сказать. Он не супер какой-то шлейфовый. Он какой-то, знаете, для себя. Вот так вот. Мирость здесь очень приятная. Такая вот. И специи из разряда черный перец. Бадьян. Вообще. Носил я его на эту. На сноубордах мы катались. Я его, короче, носил туда. Толком от себя я его не слышал. Вот. Но комплиментик сделали. Что приятный аромат. Такой тоже теплый, согревающийся. И он прям, знаете, его прям хочется носить. Я вот, короче, думал. Может, нам сделать обзорчик на Джамалу, на что думаете. Вот. Потому что у них очень противоречивое мнение. Кто-то говорит, что это такие банальные поливашки. Кто-то говорит, что это действительно очень достойные штучки. Я вот не знаю. Хотите обзор на Джамалу? Пишите, если хотите. Обозрём. Но этот Миртонка мне прям очень зашёл. Хороший носибельный аромат на холода. Балдёж. Потом дальше. Филиппо Сарченелли, девочки. Вот это вот невеста. Куанта Рапита ин эстаси. Эстаси. Вот так вот выглядит флакончик. Тут фата вот эта отвратительная. Я её завязал узлом, короче. Чтобы она меня не бесила. Вот. Но лучше, короче, вот так вот показывать. Куанта Рапита ин эстаси, невеста, посвящённая этому. Как же эта опера-то называется? Я забыл уже, если честно. В итоге, знаете что? Он как-то изменился. Что я хочу сказать. Посмотрите мой первый обзор на Филиппо Сарченелли. Я говорил, что они неплохие. Но как-то, знаете, мнение о них было невнятное. То ли они отстоялись, то ли что-то произошло. Но недавно я, короче, прыснул. И это был пиздец. Насколько красиво он раскрылся. То есть, знаете, это прям были погребальные процессии. Церковные ритуалы. Батюшки-спецназовцы, короче, собрались. Начали молиться. Вынесли святых. Устроили пожар церковный. И всё. И пиздец-то лен. Вот что произошло. Произошло. Вообще. Мне казалось, что он вообще тихий тогда. Сейчас я его брызнул. Это пипец. Это шлейф был на всё такси. Там таксист чуть не умер. Потом я ещё в нём пришёл на тренировку. Тренер сказал, ты что из церкви? Вот я вам серьёзно говорю. Он говорит, ты что из церкви, что ли, пришёл? Я говорю, нет, это аромат. Он говорит, прям церковью пахнет. Вот. Это про него. То есть тут ладан на максималках, мира на максималках. Тут ещё и специи. Я здесь слышу отчётливый чёрный перец. И это прям вообще и дым. И дым, дым, дымище. Знаете, прям вообще. Я не помню. Какой-то аромат у него, у Сурчинели, был посвящён этой пожару, собору Парижской Богоматери. Вот, короче, тоже здесь пожар прям очень сильно чувствуют. Прям, знаете, копчёные деревяхи. Вот так вот. Ну, в общем, так он раскрылся. Я аж прибалдел вообще. Поняли? Поэтому кто хочет прям церквище, прям трушное, обратите внимание. После того, как я прибалдел от этого, от невесты, я решил, слушай, надо сделать подход к реликвии. Вот, к реликвии. Я вообще думал, надо к нему будет сделать подход весной. Но, короче, решил его и недавно ещё после этой невесты брызнуть. Конечно, такие всратые крышки у них. Я вот, если честно, в этих крышах ничего красивого не выгляжу. Лучше бы они вот так и продавались. Хотя, пульверизаторы хорошие, в принципе, ничего в них плохого нет. Но крышки всратые, если честно. И я, короче, думаю, если эта сорчинеля невеста так офигенно прозвучала, надо и реликвию попробовать. И это тоже совершенно другое. Раньше это был для меня озонистый ладан, знаете. Ладан с кучей воздуха, персиком и чёрной смородины. Я то ли это в мороз так вообще это сыграл. Я, короче, надевают всё на улицу. И это какой-то мировый коллапс начался. Тоже церковный, но весёлый. То есть, знаете, это такое веселье какое-то, знаете, ангельское, церковное. То есть, тут у нас чёрная смородина, смородиновый лист, персик. Чуть ли не playing with the devil, Киллиан, знаете. Игры с дьяволом. То есть, там тоже чёрная смородина, персик. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Персик, чёрная смородина. Плюс ещё добавили озон, плюс ладан и миру. То есть, знаете, какое-то церковное безумие получилось. И тоже. Раньше он мне звучал как-то тоже размыто, тихо. А вот я его брызнул. Это пипец было орево просто. Это было орево. Шлейф там на 25 километров. Мне понравилось просто дико. Неожиданно для меня, как раскрылись сурчинели. Я прям в шоке. Даже это на подбитие ещё каких-нибудь сурчинель попробовать. Поняли? Реликвия – это весёлая церквушка. Поняли? Если невеста – это прям трушные ритуалы. Это погребения. Это все вот эти вот ритуальные маги. Вот эти вот все, знаете, причащения. То это католическая история. То есть, попели, в ладоши похлопали. Вот. Поблагодарили всех и ушли пиво пить. Поняли? А это здесь всё серьёзно. Здесь прям всё серьёзно. Органная музыка. Бах. И вот это вот всё. Поэтому вот так вот неожиданно вообще для меня раскрылись сурчинели. Я вам их советую. К затесту. Однозначно. Это прям кончик. Ну и напишите на Джамалоны. Вам нужно обзорчики? Потому что тоже этот Миртонг прям меня сразил. Но здесь другая история. Это он тихо звучит, но очень приятно. Очень как-то соединяется с кожей. Мне прям это зашло. Поэтому пишите, надо вам Джамалоны или не надо. Вот. Ну а с вами был Яквасин. Люблю, целую до новых встреч. Оцените рубашонку. Машонку. Вот. А я пошёл. Пока-пока. Малыхи. Малыхи.